Сегодня я решила сыграть на контрастах желтых и синих. Для меня задача сложная, сразу признаюсь. И тем не менее, холстик 30х30 оказался мне каким-то маловатым. Я взяла холст 40х40 для этюда этого букета. Краски выдавила. Все желтые, какие у меня оказались, у меня не так их много оказалось. Включая охру и кадный желтый, есть неаполитанская желтая и оранжевая. И синих, в принципе, всего-то две. Это кобальт и ультрамарин. И постараюсь сейчас, плюс я добавила коричневую краску. И даже пока на палитре, как видите, нет белил. И вот сейчас, с чего начать, даже, честно говоря, не знаю. Ну, пусть это будет без имприматуры вовсе. Как раз сейчас вот охрой я намечу рисунок. Букет мне понравился, как он так разлетелся. Как вы понимаете, это, конечно, тоже искусственный. Нарциссы Выручают зимой. А не надо даже весной выручать. Да, настоящие. Завяли, а дописать не успелись. Можно где-то посмотреть и в искусственных пионах. Как строится цветок. Сколько он там лепестков. То есть, ну, это важно. Сейчас я не намечаю лепестки. Все это в процессе работы может закраситься. Мне нужна только общая конфигурация луки. Это общая его силуэт. Абрес вот этого. Все, что сейчас передо мной. Вот я сейчас понимаю, что решение работать на холсте, который побольше, чем 30 на 30, было правильно. В натуральной величину букет прекрасно компонуется в этот квадрат. Теперь бы еще так же прекрасно решить все это в цвете. Было бы вообще великолепно. Начинать я буду со сложных для себя вещей. То есть, с синего. С фона. Как ни странно, да? В этот раз. И я сейчас его возьму в таком состоянии акварельном. с одной стороны это не прямо цвет из баночки, но его хочется взять довольно сложно и максимально точен и сразу, чтобы к нему не возвращаться. Вот здесь у меня еще красный фадмий в этот синий кубльт. Домешивается там, детей. Вот так выглядит цвет без добавления к нему чего-то другого, но это сильно он выглядит здесь упрощенно, поэтому чуть ухо или красного того же кадра. делает его ближе к натуре. Ух ты! Это я попробовала оранжевое вместо кадмия. Он как-то уж больно много на себя взял. ухо 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 . Продолжение следует... Продолжение следует... Синий полосатый я сейчас напишу как синий, а полоски потом напишу белые. Ну, во всяком случае, как бы начну решение этой задачи. Вот, снахождение разницы между вот этим голубым и вот тем синим фоном. Ну, а теперь, собственно, надо поставить те яркие пятна цветов, чтобы как раз состоялся этот контраст и дальше уже работать с рисуночной частью. Ну, надо взять этот контраст красиво. Вот это вот самое, такая в живописи, глобальная и самая сложная задача. Продолжение следует... В тени эти цветы более тёплые, они вот к оранжевому стремятся. Но это оранжевый должен быть сложным. И вот, попадая чуть кистью в синюю краску, да, вот эта сложность, она как бы появляется сама собой. Важно только не перестараться, чтобы жёлтый остался жёлтым и не стал зелёным. Даже такие тёплокоричневые, в общем-то, должен быть. Ну, вот самые холодные, это вот эти. Это излишний, конечно, какой-то странный жёлтый у меня кадмий. Пойду сейчас в мастер-класс возьму, чтобы кадмий жёлтый средний был именно кадмийем жёлтым средним. И какой-то вот этой зеленоватой краской. Я пока не уточняю контуры самих цветков, но букет имеет сложнее форму, чем я там фоном ему оставила. Поэтому вот какой-то доработку фона. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот распределяется последовательность этих задач. Сначала у меня синий пошел, потом желтый. Все это, конечно, надо уточнить. Сейчас белая-белая ваза, белые цветы по-разному обращены к источнику освещения. Не по одному цветку, а в объемной форме всего букета. Но перед тем, как работать с белым, мне почему-то захотелось снять излишки с фона краски. Заодно попробовать новый мастихин, такими движениями приглаживая краску. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится, вот, которая фактура появляется, если снять краску. На этом ведь тоже можно играть. Мастихин как раз дает случайность пятно, и в этом вся его прелесть. Я люблю за то, что и можно снять как раз излишнее красочное наслоение. Вот там, где тени, там, где они могут сейчас мешать мне рисовать. И я подснимаю эту краску. Ну и дальше я беру чистую кисть и начинаю заниматься белым. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Детский субтитры сделал DimaTorzok Где-то на месте белых у меня тоже там нарисовались уже желтые. Это ничего страшного. Сейчас я поточнее, уже и кисть у меня поменьше я не просто как бы накидываю сюда краску. Уже стараюсь некоторые цветки нарисовать, найти уже у них и лепестки и определить где цвет, где тени этого цветка. Пока так поступаю только с белыми. Конечно желтые тоже потребуется потом слегка уточнить где-то прорисовать. Синяя с фона, все-таки наверное надо было сначала цветы нарисовать. Синяя с фона слегка мешает. Впрочем не знаю. Было бы сложнее решать это синяя. Кто его знает, какой способ лучше. Коричневая и синяя дают интересный такой фиолетовый цвет. И вот в тенях белых и в тенях белой вазы. Чтобы именно использовать только те краски, которые у меня есть на палитре. Я больше ничего не додавливаю. Сложные оттенки тени всегда можно получить путем смешивания каких-то любых в принципе красок с вашей палитрой или любых уже замесов с вашей палитрой. Сложные оттенки. 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 рисую. Ну и вот в стенях я просто беру и все вот это вот счищаю или прихлаживаю. Нравится фактура, которая получается. Если хочется сделать посветлее, я просто добавляю уже вот в эту краску какой-то определенный еще один цвет посветлее. Вот тут жаль, у меня кармик учился. Красный, сейчас я его додавлю. Здесь хочется прям розовенького добавить. Вот прям вот так розовое добавить, а дальше уже вмешать этот цвет здесь. То, что на палитре такая конечно не получится. Там они просто смешаются друг с другом, а здесь они лежат как бы рядом. И вот даже, видите, этой смесью получается уточнять какие-то детали. Как раз то, что фон некоторым образом мешает работе, привело меня вот к этой мысли использовать как раз сейчас не кисть, а мастихин. » «То» « ok» « Вот цветы я, конечно, рисую кистью. Тем более, что мастихин у меня какой-то очень большой. Не поняла, какой номер, какие-то сантиметры, миллиметры. Заказала вот 1,6. Называется ботокенный. Удобно, удобно, не буду жаловаться, просто маленький тоже нужен. Этот оставила и очень довольна тем, что у меня теперь есть такой здоровенный мастихин. И это ведь еще небольшой формат, всего лишь 40 на 40, на больших форматах, да таким мастихином есть где размахнуться. Так. Так. Ага как видите я работаю и белым и цветом фона зависимости от того какой путь проще в общем неудобство работает сейчас это короткий световой день все утро ждешь когда расцветет и в общем то через два часа работы начинает уже темнеть так что на палитре красок не видно но тем не менее я сегодня провела колоссальное количество времени видоизменяя фу я его и мастихином снимала и потом как снова туда накидывала краску снимала это потом уже кистью и все равно пришла как бы для себя к тому что моя лохматая кисть мне ближе любых мастихинов вот но тем не менее оставляющую до завтра эту проблему не с не до конца решенной фон я буду немножко по цвету видоизменять хотя вот эти вот разные красочные фактуры мне очень нравится в общем мастихин так как сегодня меня очень выручал здесь работать совсем не совсем похоже на меня даже получилось как изменить свой творческий почерк если вы купили новый мастихин да вот как бы какие-то новые материалы они ведут за собой и получается иногда что-то интересное интересного не получается но сам процесс творчества когда вы ищете что сделать как сделать это захватывающе интересно это просто ради этого вообще хочется этим всем заниматься к сожалению к сожалению не получается закончить это сейчас поэтому я вернусь к этому завтра и расскажу вам что дам дальше делать вот сегодня моя задача в общем-то состоит в том чтобы написать эти полоски вы помните я начала с того что взяла синяя синяя как бы уложена по плоскости но в подмалевки был уложен теперь уже в этих отношениях что-то может быть уже требует корректировки я наметила где будут белые полоски теперь осталось в общем-то и все эти написать вот темная в тени синяя в тени какое а синий на свету какое и то же самое с белым белая в тени оно такое на свету оно такое в общем в тенях то яркие конечно эти все надо убирать краски и сравнивать вот с той синий где синий синий кубальт здесь в общем чуть больше голубые но в тенях они становятся более сложными ну потом есть такие моменты что складка сложилась поменялся здесь угол здесь возникла собственная тень возникла и падающая тень тоже это же надо написать если как бы у вас затруднение с написанием складки у меня есть на пусть и фильм как написать складки то мне более подробно рассказываем что же с этими складками делать но вот полосатость кстати позволяет иногда написать складку не 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 написав складки там все стоит остается нерешеным цвет света цвет тени но за счет полосок она становится складкой вот да и сравнивая с белым то эти полоски видно что они не белые не такие розоватые ну и тонально естественно они тоже не будут повторять нарциссы которые больше освещены и есть вот такие определенные складки которые остались в тенях то есть разобрав это все на свет и тени должна получиться складка должна получиться полосатая трапировка на которой есть складки вот так снова в общем-то мы пришли к тому что писать надо свет и тень находить эти отношения света и тени и уточняют силуэты вот вот коревая ваза кажется почему потому что как бы здесь не точно нашелся вот этот силуэт этой полосочки мне конечно важнее попасть в цвет в том рисунок всегда можно поправить потом вот здесь вот видите цветы получились именно за счет того что я писала фон и вот самый как бы такой сложный момент с этим синим фоном сделайте вот так чтобы вот здесь вот рядом с цветами это была единая вот эта плоскость которая имеет свое развитие от поля там светлого более темного ну где-то она там какими-то складками вешается но чтобы вот при рисовании уточнение силуэтов этих цветов фон не наползал то есть вот вот здесь вот он не становился рядом с цветком темнее не становился какой-то там полосой вот основное количество времени написание этого этюда я потратила как раз на то чтобы выровнять этот фон выровнять из экспериментировала с такими разными фактурами мастихиновыми не мастихиновыми и опять выравнивала чтобы вот здесь вот он рядом с цветами продолжал быть вот той растянутой там плоскостью синего цвета вот впрочем и все секреты если вам захочется написать такой же натюрморт конечно лучше поставить его с натуры но если вам очень понравилась моя работа останавливайте делайте стоп-кадр копируйте творческих вам удачи до новых встреч на моем канале ваша светлана радионова спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!